Две недели на улице. Валентина Козлова уверена, что свои квартиры в доме на Чемодурово-5 в Саратове она лишилась незаконно. С тех пор живет во дворе. У меня незаконно выяснили. Кто? Бандюга. Объявился хозяин. Документы никакие не представляют мне. Мои речи слушать не хочет совершенно, что я говорю. Доверка должна только служить, что он говорит. А в полицию вы обращались? Все написано в полиции. Два заявления написано. Все везде написано. Мои группы, которые я говорю, я тоже написала совершенно не знаю. Возвращение с нами. А у вас какой группы? Я не могу сказать. У меня своя группа есть, которая работает. А вот этих людей, которые вас выяснили, вы их знали? Никогда. Внезапно объявился хозяин какой-то Кавказ с черной городой. И что у вас? Я хозяин. И выгнал вас из квартиры. Ну, они как бы требованиям выселяются, выселяются. Вы постепенно готовы. Объявили мне все, что будет, если вы добровольные месяцы. Ну, как они будут, принадлежат меня выселять. Как это происходит? За руку схватили с дивана. И все. Я до последнего. Не пойду. Все. Одевайтесь. Берите документы. Берите ценные вещи и выходите. Они мне диктуют в моей квартире. Я говорю, никуда не пойдет. Как бы было, в тапочках, в халате. Так они меня и выгнал. Прямо с дивана с ума схватил. Какое-то мнение на участкового нашли. Закупили за денежки. И выселили меня из квартиры. Соседи женщину жалеют. Просят о помощи. Сейчас даже пустили в подъезд и дали табуретку. Я не буду ничего. Я не ем ничего. Спасибо за это. А что с ней случилось? Из выселили, извертали квартиры. Вот подъезд. Это наша табуретка. А она где? Ну, на улице. Что-то надо делать. Сказали, две недели. Нормально. Не ехать, не спить. Ей вот сейчас вышли предложили еду, а надо отказывать. А это? Да. Кстати, соседи рассказывают альтернативную версию того, что случилось. Вот надо мной жила семья. Заболел. Это было, на мой взгляд, лет 40 тому назад. Она говорит, что меньше. Ну, не знаю. Может, выключить? Ну, выключить, да. Вот. Потом заболел старик. И они ему, то есть отец, и они ему из храма пригласили женщину. Вот ее. Она была тогда девушкой, совсем молоденькой еще. Ну, вот она, он долго очень болел, она так с ними там жила. Потом он умер, умерла хозяйка. И осталась она и священник этот сын. Ну, сын этих бывших хозяев, которые умерли. Ну, они как-то существовали между собой. Что там происходило, я не знаю, потому что я не вхожа была в их дом. Он говорит, не трогайте ее, пусть живет она там. Живет, ну, тихо, никогда ничего не было, никаких не было. Потом он умер. И она решила, что это ее теперь квартира. А у этого священника, который приватизировал эту квартиру в свое время, у него сестра, наследница этой квартиры. И она решила после его смерти продать эту квартиру. И вот в один день, значит, ну, две с половиной, что ли, недели там назад, приехали приставы и выселили. Это ужасное, знаете, это ужасное. Не дай бог еще раз видеть. И причем она совсем говорит не то порой. Совершенно не то. Сначала она говорила, что у нее квартиру отняли террористы. Да. Но это поначалу было. Сейчас она уже, наверное, не говорит. Версию соседей редакции подтвердили и в полиции. Увы, но своего жилья Валентина Козлова, похоже, лишилась на законных основаниях. Она проживала длительный период времени с мужчиной в данном помещении. Насколько я понимаю, это больше 20 лет. Однако в законных отношениях с этим мужчиной она не состояла. Квартира принадлежала на праве собственности ему. Он умирает, соответственно. У него имеются законные наследники, которые вступают в наследство. И, соответственно, продают эту квартиру. Пообщаться с новым собственником не удалось. Его не оказалось дома. Как стало известно, к Валентине Козловой не раз приходили соцработники. Но от какой-либо помощи женщина отказывается. Не хочет она и обременять своих родственников. Родственников у меня много. Я их не буду беспокоить. А что это значит? Я должна уехать по родственникам и признать, что я бомж. Так что ли? Но вы живете в подъезде. А какие-то социальные службы обращались? Сто служб уже обращались. Монист не соображает ничего. Но я понимаю, что идти хоть на один день, хоть на один час в эту службу, это признать себя бомжой. Я говорю, не заморочьте.